Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. 26 августа Абхазия отметила День признания независимости. В этот день, 8 лет назад, реализовалась мечта поколений многих абхазов, казавшаяся несбыточной. Абхазия стала независимым государством. Это был поистине всенародный праздник, объединивший всех людей нашей Родины. Указ президента России Дмитрия Медведева 26 августа 2008 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии в нашей республике встретили всеобщим ликованием. Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Сельсинским заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Россия призывает другие государства последовать ее примеру. Это нелегкий выбор, но это единственная возможность сохранить жизни людей. Субтитры создавал DimaTorzok Мы заслужили с вами эту большую победу. Мы заслужили ее по праву, поскольку наш народ, наша нация, люди, живущие в Абхазии, всегда имели свою государственность. И вековая мечта нашего народа сегодня претворена в жизни. Процесс признания нашей независимости, несомненно, будет продолжен. Насколько сегодня крепкие дружеские связи между Абхазией и Россией? Какой этап переживают эти отношения в настоящее время? И каковы перспективы двустороннего сотрудничества? Мы обсудим с нашим гостем в студии немного позже. А сейчас к другим основным событиям недели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Министром по курортам и туризму назначен Автодилгардские. 24 августа президент Рауль Хаджимба также подписал ряд указов о назначениях министров республики. Министром сельского хозяйства назначен Даур Тарба, министром образования и науки Адгур Кокоба, министром здравоохранения Анзор Гоов, министром юстиции Марина Пилия, министром экономики Адгур Арзенба. Президент Рауль Хаджимба и премьер-министр Беслан Барцец посетили село Нижнейшера Сухумского района, где идут восстановительные работы по устранению последствий стихии. Глава государства проинспектировал ход берегоукрепительных и других инженерных работ у реки Ядырта. Специалисты осмотрели устье реки и выявили необходимость изменения русла реки. Сотрудниками госпредприятия Абхазберегозащита русло реки было очищено, проложен новый канал в стороне от домов. Во избежание повторения обвалов был засыпан берег и проведены необходимые берегоукрепительные работы. Кроме того, Управление капитального строительства проводит работы по восстановлению поврежденного стихии водопровода. Также ведется работа по восстановлению крыши одного из многоэтажных домов, снесенной в ночь стихии сильными порывами ветра. 23 августа в Сухуме в Абхазском государственном музее открылась фотовыставка просветителя рода Шакрылл в истории Абхазии. Фотовыставка проводится в рамках мероприятий, посвященных 90-летию Тамары Шакрылл. Личность известного ученого-правозащитницы активистки национально-освободительного движения была представлена на выставке в контексте развития истории нашей страны и той роли, которую сыграла в ней вся семья Шакрылл. В открытии экспозиции принял участие президент Рауль Хаджимба. Президент Рауль Хаджимба посетил международный военно-патриотический лагерь «Молодая Абхазия-2016» в Кадурском ущелье в селе Ажиров Гулыриджского района. В этом году в лагере участвовали более 100 молодых людей из Абхазии, Южной Осетии, России, Приднестровья, Донецкой и Луганской народных республик. Ребята здесь обладевают основами полевых навыков и военной дисциплины. Глава государства понаблюдал за тем, как отдыхают ребята, осмотрел помещение лагеря, посетил полигон. В поездке Рауля Хаджимба сопровождал министр обороны республики Мираб Кешмария. 25 августа итоги работы за первое полугодие 2016 года подвели в Генеральной прокуратуре республики. С отчетным докладом выступил исполняющий обязанности генпрокурора Георгий Аршба. На коллегии присутствовал министр внутренних дел Аслан Кубахи. Георгий Аршба сообщил, что за 6 месяцев 2016 года в стране было возбуждено 284 уголовных дела против 412 за аналогичный период прошлого года. Георгий Аршба назвал критическую ситуацию на дорогах. За 6 месяцев 2016 года в ДТП погибли 30 человек, что на 4 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом основными причинами ДТП остаются управление транспортными средствами в состоянии опьянения, превышения скоростного режима и правил обгона. В нижней зоне Галского района в течение месяца проводились курсы переподготовки учителей начальных и пятых классов. В программе были задействованы 11 школ района по 5 предметам. 25 августа в стенах Галского государственного гуманитарного колледжа прошла аттестация по итогам переподготовки. По мнению специалистов Минобразования, несмотря на все сложности, процесс перехода обучения школ Галского района на русский язык успешно запущен. Распоряжением президента Рауля Хаджима была создана комиссия для проведения комплексной проверки главных объектов туристического назначения. Проверка туристических объектов выявила ряд нарушений. Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции заместитель руководителя администрации президента от Гурлужба, который возглавляет комиссию по проведению комплексной проверки Рицинского реликтового национального парка, Новоафронской пещеры и других объектов туристического назначения. Проверка по Рицинскому направлению показала, что из 125 машин высокой проходимости 54 были без разрешительных документов. Водителям был выписан штраф. В знак протеста в четверг утром водители джипов перекрыли движение к Рицинскому парку с требованием отменить наложенные на них штрафы. По сообщению от Гурлужба, в ходе встречи с митингующими была достигнута договоренность о том, что водители, у которых нет документов, должны будут их оформить в ближайшее время. Круглый стол, посвященный 8-й годовщине признания независимости Республики Абхазии и Российской Федерации, прошел 26 августа в Сухуми. Известные политологи, ученые, эксперты, министры и представители общественности говорили о своем видении даты и итогах прошедшего времени. Организовала дискуссию в Министерстве иностранных дел Абхазии. Эксперты отмечали, что день 26 августа является одним из ключевых в современной истории Абхазии, определяющим векторы развития нашего государства. 26 августа президент Рауль Хаджимба поздравил народ Абхазии с Днем признания независимости Республики Абхазии и Российской Федерации. Также по случаю дня признания независимости президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Южной Осетии Леонид Тибилов обменялись поздравительными телеграммами. Принято историческое решение о признании независимости наших стран. Этот шаг стал определяющим для создания надежных гарантий безопасности для наших народов, отмечается в частности в поздравлении Леонида Тибилова. С Днем признания независимости президента Республики Абхазии Рауль Хаджимба поздравил помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков. С 26 по 28 августа в Абхазии проходят Дни России. В рамках мероприятия 26 августа прошли мастер-класс колокольной музыки при участии звонарей России в Сухумском кафедральном соборе. В этот же день в Доме Москвы открылась выставка детского рисунка душа России, а также состоялась конференция по развитию паломничества и религиозного туризма в Абхазии. Абхазия отметила День признания независимости. О том, какой характер носят сегодня абхазо-российские связи и каково будущее абхазо-российских отношений, мы обсудим с нашим гостем в студии. Кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории России Северо-Кавказского федерального университета Николаем Трапш. Здравствуйте, Николай Алексеевич. Здравствуйте, Белла. Николай Алексеевич, накануне в Сухуме прошел круглый стол, на котором эксперты, представители общественности, ученые давали оценку сегодняшнему состоянию российско-абхазских отношений. Они высказывали свое мнение о том, что было сделано за весь этот прошедший период в нашей республике. Организовала дискуссию Министерство иностранных дел Абхазии. Я хочу, чтобы мы с вами посмотрели сюжет, который рассказывает о том, что говорили на этом круглом столе. Пожалуйста. Спасибо. Мы живем в удивительное время с вами, наполнен значительными, меняющими ходы истории событиями. Одно из таких судьбоносных событий произошло 26 августа, все еще недавнего для нас 2008 года. Депутатическое признание Российской Федерации, Республики Абхазия и Республики Южной Осетии. Эта дата признана остаться в качестве одной из наиболее знаковых в новейшей истории Абхазии. Мечта поколения абхазов, казавшаяся многим несбыточной, стала реальностью. И мы все очень хорошо помним то эмоциональное состояние, близкое к экстатическому, которое царило Абхазии 26 августа. В ходе круглого стола было отмечено, что день 26 августа является одним из ключевых в современной истории Абхазии, определяющим основные параметры развития нашего государства. Эксперты высказывали свое мнение о том, в какой политической ситуации оказалась Абхазия накануне развала СССР, какие события привели к августа 2008-го и предшествовали решению России о признании нашей страны. Не обошли темы взаимоотношений наших государств на нынешнем этапе, о том, что сделано за последние 8 лет и в каких направлениях наблюдается поступательное развитие сотрудничества. Недавно всем известно, кабинетом министров Республики Абхазия был одобрен и проект соглашения между Абхазией и Россией о взаимном признании образования и квалификации. И, конечно же, это даст возможность расширения связей в области образования двух государств, в том числе и во взаимном признании дипломов. На основании подписанных документов учреждений образования как Российской Федерации, так и Республики Абхазия разрабатывают совместные образовательные программы, различные научные проекты выстраивают, проводят семинары, большое количество конференций. Ну а самое главное – это то, что создается именно само образовательное пространство. Известные политологи и эксперты делились мнением об итогах прошедшего времени, говорили об углублении интеграции между нашими странами. Сима Аргун, Роберт Ломиас, Айдайба, Абхазская телевидение. Николай Алексеевич, Вы были участником этого круглого стола. Расскажите, пожалуйста, какие экспертные оценки превалировали на этом круглом столе? С чем Вы согласны и с чем Вы не можете согласиться? Вопрос сложный на самом деле, потому что на круглом столе присутствовали самые разные оценки. И там невозможно сказать, что какие-то оценки доминировали. Я бы сказал так, доминировали реалистичные оценки того, что сейчас происходит. Смысл любого экспертного мероприятия, чтобы посмотреть на то, что происходит с точки зрения состояния вещей правильного, реального, такого, как оно есть, а не пытаться там построить какие-то воздушные замки. И, соответственно, все те, кто присутствовал вчера на круглом столе, и с абхазской стороны, и с российской стороны, старались не только отметить позитив, которого много за прошедшие 8 лет, но и выделить какие-то проблемные точки. С другой стороны, наметить какие-то перспективы, которые в самом ближайшем будущем будут определять содержание российско-абхазских отношений. В целом, если вот очень кратко все сформулировать, отношения как таковые состоялись. Есть под ними определенный фундамент и правовой фундамент в лице рамочного договора и дополнительных протоколов. Есть под ними фундамент реального экономического взаимодействия. Есть под ними фундамент реального культурного взаимодействия. Но, как бы, все это пока еще находится в стадии развития. И есть много разных проблем, которые нужно разрешить для того, чтобы действительно два равноправных суверенных государства выстроили ту систему отношений, которая отвечает волеизъявлению их народов и, соответственно, будет для них комфортной. Вы говорили о проблемных точках. Назовите то, что вы именно видите. Не какие-то эксперты, а именно ваша точка зрения. Ну, здесь, на мой взгляд, есть три существенные проблемы. Проблема первая. Очень сложно значительной части российской политической элиты избавиться от представления об Абхазии как о каком-то протекторате, зависимом государстве или даже как о определенном регионе Российской Федерации. И когда российские власти не в лице первых людей в стране президента, премьер-министра, а в лице конкретных администраторов, которые занимаются взаимодействием с Абхазией, пытаются решать с ней проблемы точно так же, как решают, скажем, с какой-то республикой или краем в составе Российской Федерации, естественно, возникает проблема недопонимания, проблема того, что диалог не складывается. То есть здесь нужно осознавать, что Абхазия сделала свой суверенный выбор, она хочет быть независимым государством, и отношения нужно выстраивать именно таким образом. То есть здесь вот проблема восприятия, что называется. Вторая проблема – это восприятие с другой стороны, проблема восприятия с абхазской стороны. Здесь нужно очень четко понимать, что Россия при всей дружеской настроенности к Абхазии, при восприятии Абхазии как союзника, стратегического партнера, все равно осуществляет свои действия в собственных государственных интересах. Поэтому, если Россия оказывает какую-то помощь и содействие, она с полным правом рассчитывает на то, что процесс будет иметь обратное измерение. То есть и Абхазия, в свою очередь, будет идти навстречу России в тех вопросах, в которых это необходимо. И здесь тоже вот этот факт нужно осознать, что ничего не делается просто так, и все, что происходит, предполагает обратное движение, обратную динамику. Здесь, к сожалению, многие и в абхазском обществе воспринимают это так. Вот Россия должна для нас делать то, что она делает, то есть помогать финансово, обеспечивать нашу оборону, наряду с абхазской армией содействовать международному признанию Абхазии. А когда речь доходит о каких-то встречных шагах, то возникает мнение, что мы независимое государство и ничего никому не должны. То есть здесь это тоже не способствует установлению какого-то серьезного понимания. Еще один момент. Сейчас и Россия, и Абхазия переживают такое достаточно сложное время, связанное с тем, что Россия, ну если не в международной изоляции, то, по крайней мере, в режиме санкций. И, соответственно, она вынуждена какие-то направления своей деятельности корректировать. В том числе многое из того, что в других обстоятельствах можно было бы сделать для российско-абхазских отношений, сейчас просто нет возможности сделать. И здесь очень важно, с одной стороны, пережить этот период и не разрушить те отношения, которые складываются. С другой стороны, должно быть понимание того, что будет в перспективе. То есть пока, вот, ну, с моей точки зрения, нет ни у российских, ни у абхазских властей четкого представления о том, что будет не то, что в долгосрочной, даже в среднесрочной перспективе с российско-абхазскими отношениями. Как они будут развиваться, какие направления будут доминировать на каждом конкретном этапе. А без такого четкого плана взаимодействие будет носить хаотичный характер. По принципу, допустим, предоставили какие-то инвестиции, они куда-то ушли, соответственно, ну, я не имею в виду, что ушли куда-то не по целевому назначению, а просто работают на текущие какие-то проблемы. А без этого, как бы, без стратегического планирования, вот, дальнейшее развитие взаимоотношений быть не может. И еще одна очень важная деталь. Как бы, нужно понимать, что процесс, вот, такого, что ли, юридического взаимодействия, процесс урегулирования на уровне законодательной практики, он требует понимания того, что российская система правовая, она гораздо более казуистична, в ней гораздо больше нюансов, которые, ну, как бы, в абхазском обществе, на первый взгляд, без надобности. Но, если, как бы, видеть полноценную систему взаимодействия, то здесь нужно учитывать все вот эти нюансы. И сейчас мы наблюдаем, какие вот сложности возникают при согласовании дополнительных протоколов к рамочному договору, там, скажем, то, что касается Министерства внутренних дел. И, как бы, здесь мы должны понять, что разом это решить невозможно. То есть, нужна очень долгая, кропотливая работа для того, чтобы соглашения были взаимовыгодными. В противном случае, как бы, так или иначе, с российской стороны или с абхазской стороны будет общественное недовольство. Добавим немного конкретики. Вы говорили о том, что абхазская сторона также должна идти навстречу каким-то интересам, соблюдая какие-то интересы и российской стороны. Что вы имели в виду, могли бы сказать? Ну, здесь речь идет, по крайней мере, о трех вещах. В Российской Федерации сейчас, как бы, есть существенные, как бы, проблемы с бюджетным финансированием. И если она что-то кому-то выделяет, то она хочет прозрачности в этом вопросе. А прозрачность, это не означает, что в Абхазии все расходуется неправильно. Прозрачность означает, что вся система, как бы, освоения этих средств должна быть понятна. И понятна не только, как бы, в Российской счетной палате, к примеру, но она должна быть понятна абхазскому обществу. То есть, и это в интересах России. То есть, Россия хочет, чтобы абхазское общество видело, как именно конкретно российская поддержка доходит до каждого конкретного человека. То есть, это очень важный нюанс. Нюанс второй. Очень долго обсуждается проблема, связанная там с приобретением недвижимости иностранцами. Я об этом тоже вчера говорил. Если мы ставим задачу, чтобы Абхазия была независимым государством, независимое государство может существовать только на прочной, самостоятельной экономической основе. Построить самостоятельную экономическую основу, закрыв фактически ключевой рынок для внешних игроков, никто в мире сейчас не может. Если мы хотим быть Сингапуром там, или хотим быть каким-нибудь черноморским тигром, то мы должны выстроить правильную систему приоритетов в этом направлении. Естественно, что не надо раздавать, скажем, земли сельскохозяйственного назначения, или стратегически важные земли, или продавать вообще землю. Но существует масса правовых оснований, на которых можно инвестировать и можно эксплуатировать. Скажем, арендные отношения на 49 лет, на 99 лет. И это условия притока инвестиций. Это одна сторона, чисто экономическая. Есть другая сторона, и есть справедливые опасения в абхазском обществе, что через приобретение недвижимости, через приобретение, предположим, в какой-то перспективе земли, ее могут приобрести люди, которые станут там с гражданами и захотят избавить Абхазию от ее независимости. Но для этого в любой развитой цивилизованной стране мира существует проблема и реальная практика верификации, как говорят, или проверки этих самых граждан. Понятно, что выстроить эту систему за один день нельзя. Но если ее не начинать строить сейчас, то потом, когда это станет уже насущной необходимостью, ее построить за год или за два невозможно. И у нас здесь, в Абхазии, есть зачастую стремление все решать вот сиюминутно. То есть, первично не проблема того, что будет разрешено иностранцам покупать недвижимость или получать ее в аренду, или не будет. Первично проблема создания под это правильного, адекватного правового фундамента и правильной системы, которая сможет обслуживать эту отрасль. Вот сначала нужно создать это, создать законы, которые соответствуют тем требованиям, которые сейчас существуют в мире, создать адекватную систему собственной экономической безопасности и вот после этого уже развивать все остальное. А так вопрос, по сути, политизируется и фактически становится такой разменной монетой в игре элит Абхазской, российской, в игре общества Абхазского, российского. То есть, искусственно возникает напряженность там, где ее нет. Как вы считаете, как эксперт, настолько ли вопрос продажи недвижимости важен для России? Или это все-таки наши внутренние какие-то противоречия решаются путем вот этой вот постановки этой проблемы? Как вот вы считаете? Ну, для России вопрос важен. Здесь надо очень четко разделить, в каком смысле он важен. С точки зрения, как бы, интересов самого российского государства, оно здесь уже присутствует в достаточной степени. Через те же военные базы и, как бы, через институты дипломатического присутствия государству может быть и достаточно. Но если государство отражает интересы российских граждан, оно должно, по крайней мере, пытаться этот вопрос поднимать. Потому что одно дело то, что вкладывает государство, другое дело, что мы, как бы, заинтересованы, мы это декларируем, что мы хотим российских инвестиций. Инвестиций, исходящих от, скажем так, негосударственных субъектов. А вот здесь, как бы, интерес есть, но он упирается, как бы, в ту нормативно-правовую базу, которая сейчас существует. Ну, совершенно не секрет, что масса, как бы, случаев, когда, там, через аффилированные компании абхазские или через просто физических лиц эта самая недвижимость приобретается. И там есть масса внутрироссийских правовых механизмов, как это взаимоотношение сделать легитимным. Но другой вопрос, что здесь, как бы, за вот те 20 лет, что существует, как бы, российский бизнес, он уже привык к тому, что у него существуют какие-то твердые гарантии. И, строго говоря, даже независимо от масштабов вложений, тот же российский инвестор хочет видеть в Абхазии такие же условия для своих инвестиций, как, скажем, в Лондоне. Понятно, что пока сразу это сделать невозможно, но российский инвестор в этом заинтересован. А внутри Абхазии, ну, по большому счету, какую бы мы проблему, актуализированную в последнее время, не взяли, эта проблема актуализируется в строго определенном политическом контексте. Там, что, скажем, проблема гражданства, там, что, скажем, проблема, связанная с недвижимостью. Когда мы говорим о том же гражданстве, ну, по закону всех, кто считает себя этническими абхазами, могут получить абхазское гражданство. Ну, давайте зададимся вопросом, а в диаспорной среде мы настроение всех и каждого представляем, кто захочет получить абхазский паспорт. И, как бы, здесь тоже есть проблема очень серьезная. Другое дело, в какую сторону затачивать, в какую сторону направлять этот диалог. И это уже задача, как бы, даже не власти Абхазии, а самого абхазского общества. То есть, нужен консенсус в абхазском обществе по этой проблеме. То есть, без общественного согласия ни одну из этих проблем решить нельзя. Как вы считаете, Абхазия пойдет на это? Вот если Абхазия пойдет на это вот прямо сейчас, бегом-бегом, то это будет совершенно неправильно. То есть, сначала должны быть отработаны все правовые механизмы и созданы все нормативные гарантии для того, чтобы это решение не играло против интересов абхазского общества. А только после этого нужно подписывать соответствующие соглашения. Без вот такой предварительной подготовки это будет и раскол в обществе продолжающийся, и для самих интересов Абхазии это будет ошибочным. Мне кажется, что если абхазские власти изберут адекватный путь к решению этой проблемы, ну, можно в течение двух-трех лет отработать весь механизм, вынести, опять же, это будет правильно, на мой взгляд, на референдум, и по результатам этого запустить весь юридический процесс. Спасибо. Поговорим о том событии, которое произошло 8 лет назад на дне признания независимости. Как историк, скажите, пожалуйста, свою оценку того, что это событие означает для Абхазии, геополитического положения ее в мире и прочих каких-то вещей, связанных с соотношением сил в мире? Ну, здесь совершенно очевидно, что, как правильно сказал в том сюжете, который мы смотрели, Вячеслав Андреевич, это действительно осуществление вековых чаяний, надежд абхазского народа. Многие десятилетия мы были лишены, к сожалению, не только какой-то государственной независимости или права принимать самостоятельные решения. Нас пытались даже лишить права говорить на своем языке, думать о своей родине, развивать свою культуру. И вот признание, как бы, тем более от ближайшего соседа и партнера и некоторых других государств, это очень важно для самоопределения абхазов, для их нового ментального ощущения. То есть это, безусловно, знаковое событие, и оно заслуживает того, чтобы стать важной вехой в абхазской истории. С точки зрения геополитической, здесь нужно совершенно четко представлять, что нельзя находиться в какой-то эйфории. Да, безусловно, Россия признала. Но зададимся вопросом, а кто за Россией? Венесуэла, где в обозримой перспективе, я думаю, преемник Чавеса свой пост покинет и будет совершенно другой режим. Или там Никарагуа, которая тоже в любой момент может изменить свои позиции. То есть здесь нужно понять, либо мы целиком доверяемся России во всех смыслах и существуем, как, скажем, тот же Северный Кипр в рамках взаимодействия с Турцией, либо мы пытаемся, как это было не то, что модно, но актуально говорить там еще несколько лет назад, строить какую-то многовекторную политику. Многовекторная политика не значит антироссийская политика. Есть большой ресурс государств, который там дружественен России и взаимодействие с которым никоим образом отношениям с Россией не повредит. Но выстраивая отношения в перспективе с этими государствами, мы создаем фундамент или такую своеобразную, что ли, подушку безопасности на тот случай, если что-то изменится в России. Мы все прекрасно помним, что было в России 90-х, какой был правящий режим и как он относился к Абхазии. У нас иногда складывается ощущение, что нынешнее отношение российских властей, оно навсегда. Но мы должны совершенно четко понимать, что курс политический может измениться. Не все может быть вечным. Поэтому, если мы хотим существовать как независимое государство и, скажем, не как какой-то очередной регион Российской Федерации, не как протекторат, мы должны опять же иметь на среднесрочную перспективу какой-то план того, как мы будем развивать свои позиции в мире. Сейчас в России будут выборы, если вдруг действительно изменится политический курс. Что вы думаете нам надо делать? Что нас будет ожидать? На самом деле говорить о том, что сейчас в России что-то изменится, ну, нет совершенно никаких оснований. Та политическая модель, которая сформировалась в России сейчас, она, как бы там кому-то не хотелось, и кто бы что не говорил, она достаточно устойчива. И я думаю, что в какой-то там ближайшей перспективе возможностей изменения ее, ну, наверное, нет. Я говорил скорее о среднесрочной или там долгосрочной перспективе. Это зависит уже от динамики развития самой России. Все очень просто. Здесь нет никаких рецептов, которые являются оригинальными. Ну, во-первых, нужно развивать собственную экономику. И развивать экономику сообразно тем ресурсам, которые находятся у нас в распоряжении. Здесь далеко не все исчерпано. И не нужно гнаться за ресурсами, которые могут в перспективе каким-то образом повредить. Это я скажу о проблеме разработки нефти. Не станем мы ни Катаром, ни Саудовской Аравией, а разрушить то, что у нас дано природой, можем очень легко. С другой стороны, вот то, что дано природой, то, что мы сейчас эксплуатируем, и за счет чего абхазское население и живет, по большому счету, вот здесь ресурсов для развития огромное количество. По сути своей, сейчас, даже при нынешнем огромном потоке туристов, рекреационная сфера находится в таком зачаточном состоянии. Если мы посмотрим и вот посчитаем по Абхазии, там, скажем, гостиничные комплексы, которые, там, скажем, от трех звезд и выше, то мы увидим, что их очень-очень немного. Это очень малая часть. И сможем ли мы конкурировать с той же Турцией, там, или с тем же Египтом, если там изменится социально-политическая ситуация, и россияне опять хлынут туда? Это большой вопрос. Вопрос второй. Абхазия благодатная в аграрном смысле страна. Мы можем производить многое, но сейчас, как бы, мы должны понимать, что производство без приближенной к этому переработки, это уже вчерашний день. То есть, просто торговать мандаринами, там, хурмой или чем-то еще, это не совсем то, что требуется. Сейчас нужно уметь обрабатывать их для длительного хранения, нужно уметь перерабатывать их, и за счет этого пытаться попасть на тот рынок, на который мы хотим попасть. Потому что сейчас, вот в данной ситуации, мы с трудом конкурентоспособны. А здесь огромный ресурс для развития, в том числе и социальный, сохранение того же самого абхазского села с традициями и со всем остальным, которое в нынешней ситуации будет постепенно разрушаться. То есть, его нужно сохранять. Еще один очень важный момент. Нужно размышлять о том, и какие производства, экологически невредные, то есть, не добыча инертных материалов, могут быть размещены в Абхазии. То есть, это не обязательно крупные заводы или фабрики. Это могут быть небольшие предприятия, но производящие важную продукцию. Ну, вот скажем, как в советское время был Сухуми завод, который производил шарики для ручек. Ну, предположим, сейчас это не нужно. Но вот такую же нишу при грамотном экономическом планировании найти можно. А от этого будет развиваться и все остальное. Будет устойчивая экономика, будет, соответственно, консолидация в обществе, можно будет нормально содержать свою армию, ни от кого не зависеть. То есть, здесь все от экономики. То есть, нужно работать, развивать то, что нам дано природой, и то, что наши предки, так сказать, преобразовали и нам предоставили, и тогда все получится. То есть, не ждать от кого-то чего-то, а как бы пытаться самим это сделать. Ну, и последний момент. Надо научиться жить посредством. То есть, это тоже очень важный момент. Потому что мы на уровне семьи все посредством живем. А когда мы начинаем говорить о государстве, тут же у нас возникает такое расточительство, гигантомания и все остальное. Что вы имеете в виду? Я имею в виду все. Начиная от лексусов и заканчивая там стадионами, которых там в крупных российских городах нет. То есть, здесь нужно создавать проекты, которые рационально каждой копейкой работают не на популяризацию чего-то, а на общественный интерес, на то, чтобы обществу было хорошо, чтобы были рабочие места. Вот о чем речь идет. Как вы считаете, что может поспособствовать большему налаживанию дружеских российско-абхазских и абхазо-российских отношений? Важно, чтобы культурные ценности общие для Абхазии и для России популяризировались, чтобы был интерес взаимной культуры, чтобы не только просто получали образование в России те, кто сейчас едет из Абхазии туда учиться, но чтобы они формировали определенное представление о России нынешней. То есть, впечатление не из рассказов очевидцев, а из собственных ощущений. И вот когда этот культурный, ментальный фон будет выравниваться и будет адекватное восприятие обществом, истории с другой стороны, это будет самым главным ресурсом. То есть, это будет двигать вперед. Еще один несомненный резерв, то есть, это уже совершенно другое измерение. То есть, это умение жить, вот как есть русская пословица, там чужой монастырь со своим уставом не ходят. Это умение россиян находиться в Абхазии так, как соответствует устоям, укладам, законам здешнего общества. То же самое должно быть восприятие и в обратном направлении. То есть, как только начинает возникать уважение к правовым традициям, и с той и с другой стороны, это тоже хороший залог для того, чтобы развиваться. Ну и последний момент, который тоже очень важен. Нужно понимать, что есть какие-то ценности главные, а есть ценности второстепенные. У России и Абхазии могут быть самые разные точки противоречия по текущим отношениям. Но если Россия и Абхазия будут воспринимать свое сотрудничество, партнерство, дружбу, добрососедство, как главный тренд, как главное направление, тогда все в отношениях будет нормально. Николай Алексеевич, спасибо вам за интервью. Благодарю, что вы пришли к нам на передачу. Спасибо, Белла. Очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо. Уважаемые телезрители, гостем нашей студии был кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Северокавказского федерального университета Николай Трапш. Он поделился своим видением состояния абхазо-российских отношений на нынешнем этапе. А сейчас к новостям субботы. 27 августа в рамках культурного сезона «Россия-Абхазия-2016» прошли выступления российских региональных творческих коллективов. В Абхазгусфилармонии также состоялся концерт государственного ансамбля народного танца «Кавказ». В этот же день российские педагоги провели ряд мастер-классов для актеров русского театра драмы в Сухуми. Рюната Шакая продолжит тему. Актерам и творческим сотрудникам русского театра драмы посчастливилось увидеть мастер-класс по актерскому мастерству и поприсутствовать на лекции по истории русского театра. Выступал Владимир Александрович Тикке, заслуженный артист России, художественный руководитель театра фестиваля «Балтийский дом», профессор, заведующий кафедрой режиссюры и мастерства актера. За его плечами огромный опыт работы с актерами. Цель нашего приезда, я думаю, обменяться опытом, рассказать о том, как мы живем, как мы работаем, какие театры в Санкт-Петербурге, какие тенденции в театральном развитии, тем более, что я знаю, что вот сейчас вот будет, я смотрю, вот вновь отстроенный театр вызывает просто у меня восхищение. Знаете, с какой любовью руководство театра готовится к открытию, я так понимаю, театра, открытию сезона, который состоится в октябре. Если чем-то мы можем научиться у абхазских друзей, коллег, то я думаю, может быть, что-то мы им тоже можем подсказать и помочь. Как отметил директор государственного русского театра драмы Иракли Хинба, цель этого мастер-класса не только обмен опытом. Занятие с выдающимся мастером призвано также поддержать русский театр в Абхазии, обогатить его новыми идеями и постановками произведений русской классики, утверждающими духовно-нравственные ценности русского народа. Задача передать опыт, задача, чтобы такой обмен профессиональный и профессиональный взаимодействий между театральными деятелями и сообществами России и Абхазии было регулярным. Для нас это очень важно. Мы в русском театре, в частности, сегодня готовимся к открытию нового театрального сезона и ждут нас всех зрителей Абхазии очень интересные спектакли. Мы, конечно, без взаимодействия с Россией, с российскими коллегами, такие серьезные творческие задачи нам решать очень сложно. Для актеров театра также прошли мастер-классы российских педагогов по сценическому движению и сценической речи. Вечером 26 августа, в день празднования признания независимости нашей страны, в Абхазгосфилармонии состоялась церемония открытия Дней России в Абхазии и гала-концерт с участием российских и абхазских артистов. На концерте также выступили исполнители творческих коллективов Карачаева Черкесии и Кабардино-Балкарии и другие артисты. Амра Амичба расскажет о том, как прошел концерт. За полчаса до церемонии открытия Дней России в Абхазии все желающие принять в ней участие и посмотреть гала-концерт стали собираться у Абхазского драмтеатра. В этот особый день для нашего государства здесь проходят Дни России в Абхазии. Это особенно примечательно, потому что еще раз подчеркивает наше взаимоотношение в области духовной культуры и в других областях нашего развития. Торжественная церемония открытия Дней России в Абхазии началась с внесения флагов двух государств. Затем прозвучали государственные гимны Абхазии и России. С приветственным словом от руководства республики выступил вице-премьер Беслан Эшба. Признание независимости Абхазии Российской Федерации является судьбоносным событием. А день 26 августа стал одной из знаменательных дат в новейшей истории страны, подчеркнул вице-премьер. Восемь лет назад произошло судьбоносное для нашей страны событие, кардинальным образом повлиявшее на жизнь нашего народа. Признание государственного суверенитета Российской Федерации Республики Абхазия. 26 августа стало одной из знаменательных дат в новейшей истории Абхазии. В этот день была восстановлена историческая справедливость. Абхазия обрела долгожданное признание. Сегодня с уверенностью можно сказать, что сотрудничество между нашими странами динамично развивается на благо народа Абхазии и Российской Федерации. И нет никаких сомнений, что наша дружба будет крепнуть и впредь, и надолго. С приветственным словом выступила министр культуры и охрана историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия. Она отметила, что впервые в республике в нескольких городах Сухуми, Петсунди, Гудаути и Туарчали пройдут Дни духовной культуры России в Абхазии. И мероприятия достаточно разнообразны. Круглые столы, конференции, семинары. Абхазия и Россия связывают долгую историю дружеских отношений, начавшихся в далеком прошлом. Культурные связи двух народов основаны не только географическим соседством, но и духовной культурной близостью. На стыке двух культур имена ученых, художников, писателей, которые служили в культуре двух стран, служили взаимопониманию и сближению народа. Перед началом концерта было зачитано приветствие министра культуры России Владимира Мединского, в котором отмечалось, что духовно-культурная близость народа двух стран существовала всегда. А проведение мероприятий именно в этот день, значимый для жителей Абхазии, дает старт новому этапу отношений. Затем состоялся торжественный гала-концерт, посвященный Дню международного признания Абхазии. Концертную программу открыли хозяева – государственный ансамбль «Кавказ». В этот день на сцене Абхазского драмтеатра выступили прославленные российские коллективы – хор «Девочек от Рада» при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре, государственный театр танца «Карачаева-Черкесия», ансамбль «Чигемские водопады» из Кабардино-Балкарии, кубанский казачий хор, а также капелла «Ярославия». В рамках Дни духовной культуры России в Абхазии певческие танцевальные коллективы выступят в Туачале, Гудаути и Питсунде. Амра Амичба, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok